По словам Дмитрия Ольховика, главная цель проводимого государством лицензирования управляющих компаний отсечь от этого рынка предприятия с сомнительной репутацией. Тех, кто не всегда использовал средства жителей по назначению, задерживал платежи ресурсоснабжающим организациям, оказывал услуги низкого качества. Печально знаменитая компания, управляющая компанией Дубки, которая на сегодняшний день должна ресурсоснабжающим организациям более 80 миллионов рублей, которая продолжает не платить и перестала платить еще с марта текущего года, не собирается возвращать эти долги, наглядный тому пример. Вместе с тем в список компаний, не получивших лицензии, попали и предприятия с хорошей репутацией. По словам Дмитрия Ольховика, решения о выдаче лицензии или отказе принимаются на региональном уровне, и у тех, кто остался без лицензии, есть шанс сохранить место на рынке ЖКХ Одинцовского района. Тем компаниям, которым в получении лицензии отказано, эта возможность в США также сохраняется, они могут подаваться, как минимум, еще один раз, и устранив те недочеты или недостатки, которые возникли в период получения этой лицензии. Но, повторяю, все лицензии, выданные после 1 мая, будут, так называемые, пустые, без домов, что даст право этим управляющим компаниям в числе остальных участников рынка участвовать во всех конкурсах, которые будут объявлены управлением этими домами, но при этом своего фонда в управлении на этот момент у них не будет. Конкурсы на управление многоквартирным жилым фондом уже объявляются. Площади разбиты на лоты по 100 тысяч квадратных метров. Пока же в самом крупном населенном пункте района, городе Одинцова, по решению местного совета депутатов, временной управляющей компанией назначен МУП УЖХ. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.